5 месячных зарплат вы можете заработать всего лишь за одну сделку. Досмотрите это видео до конца. Приветствую всех на канале Академии Торгов. С вами Артур, я являюсь инвестором и успешным учеником Академии Торгов по банкротству. И сегодня я расскажу вам о том, как приобрести на торгах автомобиль, при продаже которого вы сможете заработать от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от этапа, на котором вы его приобретете. Давайте с вами перейдем на площадку фабриканта, на которой размещен данный лот. И видим, что у нас продается автомобиль УАЗ Патриот 2012 года, с начальной стоимостью 430 тысяч рублей. Также мы можем видеть, что цена у нас падает до 10% от начальной стоимости, то есть всего лишь за 43 тысячи рублей мы с вами можем приобрести данный автомобиль. И конечно же многие из вас не верят в то, что за такую сумму возможно приобрести хороший автомобиль на ходу, и наверное вы думаете, что вам продадут автомобиль в состоянии металлолома. Но на самом деле это все не так, и вы можете убедиться в этом, подписавшись на наш канал. И глядя на примеры других учеников, вы можете видеть, как они приобретают автомобили и другие лоты с огромным дисконтом, и зарабатывают на этом большие деньги, что делает их финансово независимыми. Ну а мы с вами сейчас не будем заходить далеко вперед и оценивать рыночную стоимость данного автомобиля. Для начала нам нужно оценить его состояние, как внешнее, так и техническое. Для этого на площадке фабрикант существует такой раздел под названием документация. Переходим туда и видим вкладку фотографии. Скачиваем файлы и смотрим. Вот этот автомобиль. Внешне, скажу честно, он меня очень устраивает. И я так думаю, что раз внешне он сохранился довольно-таки неплохо, то и по техническому состоянию у него не должно быть каких-то серьезных проблем. Как нам оценить техническое состояние? Для этого также на площадке фабрикант находим адрес электронной почты конкурсового управляющего. Вот он. И направляем запрос, что я уже сделал и получил вот такой ответ. То есть вот мне дали номер человека, то есть ответственного за данное имущество, с которым можно созвониться и договориться об осмотре. И вот небольшое описание. То есть автомобиль на ходу, что уже нас устраивает. Состояние удовлетворительное. Ремонт красочного покрытия требуется. Но в принципе это не так важно, потому как у нас и новые автомобили нашего автопрома выезжают уже с потертыми лакокрасочным покрытием, которые быстро изнашиваются. Есть сквозные отверстия в полу багажника. Это тоже не страшно. Можно это все заварить дело. Замена аккумулятора. Здесь тоже понятно, что некоторые автомобили у нас стоят по несколько лет. И соответственно аккумулятор там просто умирает. Так, требуется замена заднего кардана. Он снят. Ну это тоже не проблемно. В принципе, если его найти где-то на разборе, поставить, то обойдется буквально в две-три тысячи рублей. Вот по двигателю, КПП и раздатке мостам нареканий нет. Что нас в принципе устраивает. То есть вложения минимальные. Итак, я наверное все-таки позвоню по этому номеру и договорюсь об осмотре данной машины. Уже после осмотра мы с вами решим, что дальше делать. Итак, я прибыл на место на осмотр автомобиля. Что мы видим? В принципе, у меня что-то состояние довольно-таки неплохое. По крайней мере, битых каких-то частей по кузову я не наблюдаю. В салоне вроде бы тоже все в порядке. Здесь запасное колесо. Так, что у нас тут под нищем? Поглянем. Отсутствует задний кардан. Глушитель как решето под замену. Редуктор протекает. Ну, в принципе, вложение минимальное. А сейчас подойдет ответственный. Откроем машину, посмотрим, что под капотом. Что у нас тут? Немного пока нет. Ну, аккумулятор этот понятно. Мы его сняли. И он не двигается. Да, в принципе, комплектный. Не разобрали, не разграбили. В принципе, все хорошо. У нас там стартер все на месте. Нормально, все комплектно. Отлично. Радиатор даже минин. Прекрасно. У него как у вас, я больше добавить не могу. Я тебе модель, мне идти в целостник. Да, у меня у самого есть пас подрвет. Я уж как бы под нища заглянул, посмотрел. В принципе, понятно там все. В салоне тоже чудо. Продекция 21 на 53. Угу. 123 тысяч, в принципе, неплохо для него. Дизелек, да? А? Дизельный. Дизельный века. Да, это отлично. Ну, ребята приезжали тут первые. Они вот, что пылосы заводили. И тут пылось нормально. Да, ну, работает все отлично. Да, я в этих моделях дизелью. Все прекрасно. Еще и резина шипованная. Так вообще хорошо. Ну, отлично. Итак, друзья. Вы сами убедились в том, что автомобиль в очень хорошем состоянии. Выглядит он довольно-таки неплохо. Его заводили. И вложения там требуются минимальные. Что, конечно же, является минусом, может быть, плюсом. То, что двигатель у него дизельный. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но, в принципе, нам это не так важно, так как мы его просто продаем. А покупатель, как известно, всегда найдется. Итак, давайте же найдем на Авито объявление о продаже такого же автомобиля. Что я уже сделал и нашел. По первому, сколько два объявления. С дизелем, двигателем. У вас, Патриот. Вот есть у нас объявление за 223 тысячи рублей и за 390 тысячи рублей. Давайте посмотрим, что у нас продается за 223 тысячи рублей. Автомобиль похож на наш, но выглядит он очень-очень убитым и разбитым. Боюсь читать описание. Ну, все понятно. Автомобиль не на ходу. Продает его банк. Видимо, тоже залоговый автомобиль. И, по сути, за 223 тысячи рублей нам продают ведро с болтами, друзья. А мы-то с вами знаем, что наш автомобиль намного-таки лучше. И мы можем купить свой автомобиль за 43 тысячи рублей. Что, в принципе, нам очень даже на руку. Посмотрим второй автомобиль, который продается за 390. Ну, автомобиль в хорошем состоянии. Намного лучше даже, чем наш. Автомобиль гаражное хранение. По ПТС тут два хозяина. И до этого хозяина, до этого владельца был дед, который ухаживал за машиной. Что, в принципе, видно. Ну, цена, в принципе, довольно-таки неплохая. И нас она очень устраивает. Но для того, чтобы нам дали после приобретения лота выставить свою цену, нам сначала нужно ее купить. А купить мы его можем на седьмом этапе. Где цена будет 172 тысячи рублей. Что, в принципе, не так дорого. Они составляют около 60% от начальной стоимости. Если же мы все-таки с вами приобретем этот автомобиль на седьмом этапе за 172 тысячи рублей. Вложим туда, ну, пусть даже минимум 10 тысяч рублей. Он обойдется нам в 180 тысяч. И продать его, в принципе, можно, судя по рыночной цене, минимум за 270 тысяч рублей. Минимум за 270 тысяч, значит, мы заработаем 100 тысяч рублей. Но если мы с вами посмотрим на цену автомобиля, который продается за 390, и, в принципе, доведем наш автомобиль до такого же состояния внешнего, то мы с вами можем заработать около 200 тысяч рублей. Что, в принципе, нас очень даже устраивает. Обязательно подписывайтесь на канал Академии Торгов и включайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых выпусков, которые дадут вам старт для участия в теме торгов по банкротству. Всем пока, удачи! Субтитры подогнал «Симон»